Всем привет, с вами Блэйдер Чамп. Сегодня на распаковке будет вот такой вот Юникорн Стинг. Очень хочется назвать его Страйкером, так как я любил английскую озвучку аниме Бэйблейд Метал Файт. Но вот о Каратоме он как был Юникорном, так и остался. Пойдем скорее к арене. Итак, вот наше возвращение Юникорна. Счетом того, что Хасбро будет выпускать Бэйблейд Икс, интересно будет ли он у них называться Страйкер, как раньше. И это Бэй персонажа Юни, второго персонажа из команды Егдразил, который нам показали. Волчок у нас баланс типа, но сейчас мы в него посмотрим. Итак, все детали у нас, погнали смотреть. Начнем с Рэйчета, это 560, мы его видели уже на Леон Клоу. И в принципе нас он не так интересует, потому что про него мы и так все знаем. Дальше, бит, гирпойнт, вот это уже интересно. Глобально мы его тоже видели на Леон Клоу. Это вариация гир, в отличие от обычного поинта. По ощущениям шарик, кстати, на гирпойнте выступает сильнее, чем на обычном поинте. Ну посмотрим, как оно будет себя вести. Как вы понимаете, волчок баланс типа, но я об этом уже говорил. Ну и сам Блэйд, Юникорн Стинг, он имеет очень интересную особенность. Глобально мы можем его разделить на две стороны. Эта сторона более такая гладкая, более защитная. Эта же сторона более агрессивная. Это должна нам давать огромное преимущество и различные вариации игры, но и добавляет небольшой рандом, так сказать, нашу игру похож чем-то на Холлоу Девсайзера. Ну а по цветам похож на Страйкера. Давайте попробуем, работает ли фишка с поинтом. Запустили ровно. Стоим в центре, хорошо. Запустили под наклоном. Ой, он намного, намного дольше разгоняется. И даже непонятно, сможет ли он сейчас с Xtreme Dash заезжать. Не понял, просто смотришь, как это с Леон Кло происходит. Вот Леон Кло пускаем на корну. То есть он чутка подальше выходит. Пробуем еще разочек с Юникорном. А нормально, тоже. Тоже юзает Xtreme Dash. Давайте тестить, давайте тестить. Ну и начнем с Леон Кло, наверное, самое интересное. Ой, Леон Кло очень грамотно убрался. Убрался. Ну и скорее всего сейчас переживет. Ну да, интересно, конечно. Ну, кстати, я бы сказал, ничья. Окей, достойно. Попробуем Night Lens взять защитку. Спустил ровно. Ну что, не возьмет Night Lens? Серьезно? Ну окей, окей, странноватенько. Ну возможно, конечно, лучше не стринг-лаунчером пускать. Он все-таки, мы знаем, что слабее. А если Рина Хорна? Не, ну тут Юникорн хорошо вынес. Погнали дальше. Попробуем Wizard. Визарда. Интересно. Ну, скорее всего, не возьмет уже. А Wizard надо было сначала поагрессивнее, конечно, давить. Это вам все-таки не Леон Кло. Wizard сделал. Давайте хелсайта возьмем, тоже очень интересно. На балансе. Ой-ой-ой. Хорошо подкинулось. Хелсайт заклинило. Один из первых релизов до сих пор так хорош. Ну, в принципе, забыл сказать. Если вы посмотрите с обратной стороны на Юникорна и на любой другой Бейблейд Икс, то вы увидите, что вот эти отделения, куда крепится Рэчит, они на Юникорне сточены. Скорее всего, это было сделано, потому что у некоторых, видимо, эти зубцы, крепления для Рэчита, ломались. Их немного сточили, чтобы они были поплотнее. То есть мы видим, что Такара Томи улучшает качество и продукции, старается делать волоски более износостойкими. Мне интересно, влияет ли это на Бёрст Презистанс. Ну, в теории, не должно влиять, на самом-то деле. Ну и раз взял Найт Шилда, давайте с ним и потестим. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще Найт Шилда сделать гениальный мук и переживет. Давайте, наверное, с Фениксом. Всем интересно. Ай, у меня Юникорн пошел, но немного не так, как я хотел. Юникорн немного не так пошел, как я хотел. Давайте поконтрольнее запустим. Сука. Все, делаем нормально, здесь надо контролировать. Хорошо, Волоски. Только Феникс контрольно запущен был. Прям офигенно. Сейчас все-таки Юникорн он сделает, даже по стамине просто. Дальше, интересно, с Хеллчейном еще один баланс тип. Возможно, потом сделаем. Ну что за самоубийство? Хеллчейн выиграл. Ну как так? Ну давайте последний на сегодня у нас будет Шарк Эйдж. Посмотрим, как Юникорн сможет выдержать прям мощные атаки. Шарк Эйдж хорош. Собственно, вот такой вот Юникорн у нас получился. Пишите в комментарии, что вы о нем думаете. И, конечно же, вот прямо сейчас вы можете купить его уже по ссылке в описании, если вам он понравился. Конечно, в этом ролике он показал себя не очень хорошо, но посмотрим, что будет в шорцах и в полных битвах. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok